Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу снять видео о развитии своего ребенка с года 1 год и 6 месяцев по 1 год и 7 месяцев. Я буду подглядывать, потому что я уже подзабыла. Сейчас моей дочке уже год и 9, не за горами 2 года и, конечно, постоянно что-то меняется. У нас, конечно, все время с режимом все меняется, поэтому расскажу, как у нас было в год и 6. Итак, начнем. Вес у нас был 11 килограмм, рост 84 сантиметра, была сделана прививка, не помню от чего, честно, сложно сказать. По-моему, от гепатита, от гепатита А, по-моему, была сделана или она была раньше сделана. В общем, я не помню, конечно. Вот, а какая была прививка сделана. Ну, продолжая дальше. Так как у нас рядом живут соседи, детки, трое детей, она все время к ним тянется, хочет гулять, активная. В общем, сейчас мы находимся в России, где сейчас год и 9 детей нет, она скучает. Но вот когда вот было год и 6, трое детей, это просто было наше спасение. И еще плюс соседка, тоже бабушка за ней смотрит, мы иногда к ним ходили в гости. Но она ей немножко тут как, то, что так поцарапала, что до сих пор шрам, кровь шла, не давала игрушки. Немножко она жадная, редко к ним ходим, но соседка меня зовет, приходи, там, чаю, кофе попьем. Ну, ей тоже скучно, она недавно переехала туда, и поэтому, ну, как недавно, на тот момент недавно. Вот, так что спасение этой дети, это супер. Сама ест ложкой даже уже, очень даже хорошо. Когда вот она что-то хочет, она вот как бы, ну, тянет вот так вот руку, как-то вот так вот. Ну, что тянет к какому-то определенному моменту, ну, это в год и 6. И таким образом она, ну, показывает то, что она хочет что-то взять. Любит своих куколок катать на коляске. Если будет, конечно, видео, я обязательно поверх своей, своих слов я буду вставлять обязательно. Вылез, ну, лез на тот момент клык, вылез у нее клык, по-моему. Через месяц или как-то год, году и 7. В общем, тяжело тоже клык этот шелк. Тут я пишу, что 31 октября она заболела. Такие же пьем препараты. Витамин А. Сироп мы пили педиатрически. Капли вот эти вот от насморка. Не помню, там спрей был. И витамин А. Вот. Так что болела она, видимо, за счет того, что шел зуб. И когда ему деда ослабевает, вы сами знаете, что ребенок быстро ослабевает и быстро заболевает. Но она быстро вылечилась. Буквально там 3 дня такая ходила хондрила. На 4-й, 5-й день уже прыгала. Заметила, что Софии, когда исполнился год и 6, она очень стала требовательной. Все. Ну, такая вот, если ей не дашь, она начинает плакать, капризничать. Это у них характер проявляется. Вообще напишите, у кого так же характер проявляется. И как просто терпеть эти крики. И ребенку все же не разрешить правильно. Ведь приходится терпеть эти крики. Это, конечно, сложно. Год 8 ноября София опять заболела. Назначили макрол, венталин, бинекал от кашля. Макрол это получается, ну, как сироп, это антибиотик. Он специально там, вот, есть такой шприц. Если ребенок весит 11 килограмм, набираешь эту дозу и даешь утром, допустим, в 10 утра и вечером в 10 утра. Венталин это уже небулайзером. Ну, там, доливаешь 2 миллилитра плюс серум. Ой, не серум, а, конечно же, натрий хлорид. Уже с турецким путаю. И бинекал он от кашля. И парол давали или колпол. Это уже когда температура, ну, когда вот что у ребенка, что болит, это просто как противообезболивающее. Стала она у свекрови смотреть в телефоне всякие мультики непонятные. Вообще какой-то бред смотрит на самом деле. Но мультики не смотрела. Ей не нравилось, сколько я бы ей не включала смешариков, лунтиков. Различных детских, там, какие там есть еще. В общем, вот эти вот, ну, детские мультики, там, развивающие, Тенелав. Вот, Тенелав. Ее вообще ничего не интересовало. И телефон ее просто вот интересует супер. Теперь рассказываю в год и с тем, как у нас было. У меня садится батарейка. Скорее всего, я доснимаю попозже. Хотя, может, и успею снять. В год и с тем, 18 ноября перенесла... А, 18... Все, вот, перенесла две пересадки. Мы летели в Россию 18 ноября. Как раз 17 ноября ей исполнилось год и семь. И 18 числа мы уже полетели в Россию. Играла она... У меня есть видео, как она перенесла полет. Играла она стаканчиками у меня в самолете. Идеально себя вела. Игрушки я ей дала. Там, по-моему, планшет такой детский. Куколка была. Плюс еще сосед хороший сидел с нами. В общем, перелет перенесся хорошо. Но с этим у нас очень плохой режим. Сейчас в 6 вечера. Я снимаю видео. Она спит. Она только в 6 вечера уснула. А в 11 мы проснулись. В общем, режим просто вот уже 2,5 месяца полетел в Тартарары. Просто это какой-то жесть. Какая-то жесть. Какая-то жесть. Но здесь она стала говорить мяу. Ма – это у нее марсик. Аби – это брат. Но мы ее пытаемся приучить говорить дядя. Но иногда у нее, кстати, получается говорить дядя. Биби – это у нее машинка. Бо-бо-бо-бо. Ну что, больно? Ням-ням – это кушать. Ди – это идеи. Если еще вспомню что-то, обязательно вам скажу. Стала смотреть, любить мультики, кукутики. Иногда даже малышарики. Синий трактор. Это вот сначала синий трактор, потом кукутики. И вот малышариков тоже иногда смотрят. Тоже под настроение. А, еще она… Мы смотрим вот эти вот мультики, кукутики, синий трактор. И вот она стала произносить звуки животных. Там, допустим, мея. А индюк, она так прямо за ним повторяет, трясет головой. Ну, как они так делают? Вы, ну, в общем, понимаете. Были мы в игровой. Ей там очень понравилось. Тоже ставлю нарезки. Вы уже видели во влогах. Ей очень понравилось в игровой комнате. Так как у нас нет детей, эта игровая комната просто, она нас выручает. Даже раз в неделю. Ну, бывает не раз в неделю, а поменьше. Потому что к своим подругам я не могу пойти в гости, чтобы она поиграла с ровесниками. Там, два годика. Также год и девять. Ну, сейчас ей год и девять. На тот момент мы прилетели, год и семь было. Дети встают в восемь утра. А мы-то встаем в одиннадцать, двенадцать. И то бишь мы можем уснуть там в четыре дня, в пять. А дети уже как бы бодрствуют. И куда-то уже вечером ехать у всех папы дома. В общем, беда-беда. Гулять она особо, ей, я смотрю, не нравится. Но если хорошая погода, не слишком морозно. Поначалу она очень плохо гуляла. Буквально выходили. Поначалу выходили на чуть-чуть. С ней гуляли. Но постепенно-постепенно она стала привыкать. В игрушки она вообще не играла. Когда мы сюда прилетели, ее вообще ничего не интересовало. Купили ей коляску, чтобы она катала куколок. Так, чуть-чуть катала. Все время она находилась на поверхностях, на подоконнике, на кухонном вот этом столе, на стиралке. И на подоконниках, которые в тех комнатах. Это, конечно, очень тяжело. Ест она здесь хорошо. Все, что приготовит мама, борщ, там, куриный суп, там, не знаю, гороховый, картошку, курицу, рыбу. Она ест все. Насчет питания вообще супер. Кушает все. Ну, это так, что она любит воздушные шарики. Если мы выходим с игровой, она хочет, ну, всегда, ну, просит шарик. Или в Макдональдс идем, когда картошку ей редко покупаем. Но покупаем. Понятно, что тут скажут нельзя. Ну, иногда можно там просто там. Ну, ей нравится картошка. Я сама ее там готовила в Турции для мужа. И она к ней уже привыкла, поэтому... Ну, что делать? Иногда покупаем. Она просит шарик. Это музыкальные книжки. Мы здесь их стали покупать. Причем так, ну, много у нас книжек появилось. Я тоже сниму, какие они у нас появились. Она очень любит музыкальные книжки. Вообще супер просто. Да. И получается... Год и семь это ноябрь. Год и восемь декабрь. А, хотела сказать, что на Новый год мы ей подарим собачку. И она тоже в нее не играла. Но сейчас стала играть. Ладно. Год и семи. Сама надевает обувь. Пытается надеть одежду на себя. Обувь у нее в босоножке и получается надеть. Потому что мы купили ортопедические. Но это в следующем, скорее всего, видео я расскажу. А, нет. Да. Мы купили ортопедическую обувь. Вот ездили к хирургу. Она назначила ортопедическую обувь. Невропатолог назначил Пантаган для нервной системы. И Магни-Б6. Это мы все пропили. Но, честно, Пантаган нам не помог. В том году мы пили фенибут. От него она более такая была заглушенная стала. Как не такая вот... Ну, в общем, наладилась со сном у нас. В том году мы прилетали. У нас такая же проблема была. Мы прилетели в том году. Тоже ей было год и семь. Она практически вообще тоже так же и в три ночи засыпала. И просыпалась в двенадцать днем. Как-то, да, спала там по часу, по два. Два сна у нее было. Ну, в общем, та же самая беда. И в этом году все то же самое. Вообще, это прикол. Любит киндер-сюрпризы и чупа-чупсы. Ну, я ей собираю киндер-сюрпризы, которые она уже попросила у бабушки, у дедушки в магазине. Она очень, конечно, любит. Вот. Про босынушки я сказала. Вставлю их фотографию. В принципе, все. На этом год и шесть, год и семь закончен. Вот. Так что скажу единственное, что да, беда с режимом. Это, конечно, очень тяжело. И проблема в том, что нет детей. Ей очень скучно. Вот. И, конечно, и здесь в игровых детишки. Я просто смотрю, что сейчас с камеры сядет. Они какие-то замороженные, какие-то дикие. Отбирают игрушки. Не знаю. Если бы я с ней не была бы рядом, ее бы там уже сто раз обидели, толкнули бы. Я не знаю. Как-то вот. Не знаю, почему такие дети жестокие. Все растут. У нас лета мало, да. Вот где мы живем. В Карелии, в Петрозаводске. Здесь, конечно, детям не разгуляться. Да, в Анталии сейчас холодно. Мы почему прилетели сюда на зиму. Ради здоровья Софии. Но в итоге она здесь, видите, болела. Считаю, по-моему, три раза она точно уже здесь болела. Но это я дальше скажу. В общем, летим, чтобы там она не болела. Но там есть дети. Но дом холодный, поэтому приходится сюда лететь. Но ребенку-то что нужно? Общение. Она очень общительная. Вот еще раз повторяюсь. Любит детей. Ой. И режим у нее там прекрасный. Здесь с режимом вообще беда. Вот год и шесть. Прошел там год и семь. Вот я вот жалуюсь. Отвратительно. Если бы я снимала год и семь, год и шесть, когда я прилетела, вы бы, наверное, больше негатива услышали. Поэтому хорошо, что я снимаю позже. Уже немножко подзабылась, подстерлась. Но реально, этот режим вообще вот, ну вот. Ей сейчас год и девять, шесть часов вечера, она спит. А я снимаю видео для вас. Так что, не знаю, у всех развитие разное. У каждого, каждый ребенок индивидуальный. Можно столько смотреть этих видео, как развивается ребенок, как его развивать. Горшку мы не приучали еще. Она от него, вот, ну не нравится он ей. Вот, ну никак. Вот. Пока мы используем трусики и памперсы. Не хочет она пока. Сядет. В определенный момент сядет. Вот. Так что, ой, наладился бы у нас режим, чтобы хорошо провести эти, да, два-три месяца еще в России. Даже два получается. И все. Еще сниму год и восемь, год и девять. И все, ей будет два годика в апреле уже. О, большая. Так-то быстро, конечно, дети растут. Но, ой, большие детки, большие, да, бедки. Так что, вот так вот. Буду заканчивать это видео. Я надеюсь, оно было даже просто интересно кому-то послушать. Просто мой совет, если вы с ребенком хотите лететь куда-то, не знаю, я считаю, нет, сидите где вот, вот где вот родили ребенка, вот и сидите лучше с ним там. Не знаю, потому что я поняла, что я очень скучаю по родителям, да, приехала с ней сюда, чтобы быть здесь. Но этот режим, он просто в пух и прах разрушился. И в итоге я не могу с мамой поговорить, допустим, вечером, потому что она ложится в два, в три. А родители-то спать хотят. Не знаю, надо подождать, надо ждать. Когда ребенок подрастет уже, когда, вы видите, еще на груди, плюс еще зубы идут. Отучиться от груди, более такая станет уже, ну, сама станет, может, спать. Даже не сама, вот уже, может, тогда можно летать. А вот с такой маленькой я, конечно, ну, не то что жалею, ну, плохо, не надо летать. С маленькими детьми потерпите. Родители к вам прилетят. Потому что, ну, сейчас родители летают ко всем. Ну, что ж, спасибо, что были со мной, что послушали. Берегите себя. Желаю здоровья вашим деткам и вам, и хорошего режима вашим детишкам. И чтобы они вас слушались и высыпаетесь. В общем, силы вам и терпения. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok